Арест пензенского губернатора, демонстрация очередных сотен миллионов из его прикроватных тумбочек, это все, конечно, на публику. Есть и сугубо аппаратные вопросы. Белозерцев буквально в сентябре прошлого года прошел через выборы, на которых показал результат на уровне самого Путина, за 70%. Не стоит обсуждать достоверность результатов выборов в России, доверие к ее избирательной системе может демонстрировать жертва лоботомии. Кстати, эта же жертва свято верит в действенность умного голосования, как будто считать проценты будут какие-то другие учителя средних школ, чем те, кто считает результаты, к примеру, Путина или Белозерцева. Или голоса за поправки в Конституцию. Но это так, к слову. Просто так на выборы попасть в России сложно. В братском Иране с демократией все в полном порядке, но все кандидаты проходят через сито Совета Стражей Конституции, который отсекает вообще любого, кто не соответствует идеологическим и религиозным установкам. А потому попасть в иранскую власть человеку, не согласному с теократическим фашизмом, невозможно по определению. В России такого прямого отсева нет, просто потому, что нет идеологии, а значит и формализованных критериев, но сам по себе механизм недопуска работает почти как часы. Правда, в силу распада системы часы начинают работать все хуже. В любом случае будущий губернатор получает одобрение вышестоящих инстанций, которые выстраивают одними известные балансы преступных кланов во власти. И буквально полгода назад белозерцев вписывался в эти балансы, гангстерские группировки в Кремле расписали Пензенскую область в своих раскладах, и белозерцев получил ярлык. Проходит буквально полгода, и арест, отставка и утрата доверия. Отсюда вопрос, что такого за полгода произошло, что доверие и прохождение по всем инстанциям, давшим добро, сменилось на высочайший гнев. Не коррупция уж точно, все прекрасно понимают, что любой обыск у любого губернатора даст ровно ту же картинку. Скорее, даже гораздо более красочную, благо в нищей Пензенской области особо и не развернешься. 500 губернаторских миллионов – жалкая мелочь по сравнению с сумками отдельных полковников или генералов. Судя по всему, путинская стабильность становится настолько нестабильной, что приходится проводить ее перебалансировку буквально на ходу. И арест Белозерца Ева – шаг вынужденный, и показательный. Дело здесь вот в чем. Аппаратные войны, клановые войны, войны пустынных племен, или любая игра престолов, в конце концов, структурно всегда выглядят одинаково. И у них всегда есть ключевая особенность. Заключается она в том, что все эти войны крайне редко идут на уничтожение. Разгромить конкурента начисто – задача непростая, даже не самого сильного. Победитель тратит на победу, особенно на решительную победу, значительный ресурс, а значит, на какое-то время сам слабеет. Чем, без сомнения, тут же воспользуются конкуренты, с удовольствием оценив слабость победителя. Поэтому в обычной ситуации войны ведутся, скорее виртуально, создаются и распадаются союзы, стравливаются конкуренты, но любая победа всегда носит тактический, сиюминутный, характер. В устойчивой системе довольно быстро возникает несколько макросоюзов, максимально сбалансированных по отношению друг к другу. В такой системе и крупные, и мелкие группировки имеют свою ценность и каждая важна по-своему. Крупные кланы обеспечивают стабильность системы, а развитие ее происходит в соревновании друг с другом как раз на поле мелких, переманивая их или наоборот, стравливая друг с другом. Кстати, примерно этим занимался Советский Союз с Америкой в 20 веке, колониальная империя в эпоху колониальных завоеваний. Логика всегда одна. Все меняется, когда система входит в нестационарное состояние. Особенно, когда начинается период деградации, который всегда выглядит как воронка, чем ближе к краху, тем быстрее скорость распада. Возникает вопрос не выстраивания балансов, а банального выживания. И первыми под нож идут самые слабые. В любой цепи рвется всегда самое ржавое звено. Мы сейчас находимся примерно в этом периоде. Крупные арк преступные группировки режима начинают пожирать мелкие. Главный вопрос, захват ресурса для будущей схватки уже между собой. По всей видимости, Белозерцев как раз и попал в эти жернова. Здесь вопрос к разным кремлинологам, с удовольствием вычерчивающих схемы, кто к какому преступному сообществу имеет отношение и в какой степени. Равно как и какие ресурсы у них находятся под контролем, скажем, с пензенским губернатором арестован и владелец местного биофармацеевтического предприятия, имеющего крупные газоказы на поставку вакцин, вполне возможно, что это все очень даже связано. Нюанс в том, что теперь эти схемы теряют ценность. Равновесие рушится. В расход идут мелкие криминальные кланы, а значит, крупные группировки уже готовы к войне друг с другом. И точно так же, как Роберт Баратион, будучи номинальным королем Вестероса, никак не мог помешать великим домам сцепиться в схватке, так же и местный фюрер ничем не сможет помешать своим банформированием начать войну не на жизнь, а на смерть. Скорее, когда придет время, как раз фюрера и уберут в первую очередь, чтобы получить карт-бланш на любые неконвенциональные действия.